Девочка-пай Девочка-пай Здравствуйте, дорогие друзья, девчонки и мальчишки, а также их родители! Я вас поздравляю! Вот и весна наступила! Город засиял весной, снег везде растаял, во дворе на беговой баба снеговая, рядом с ней снеговики прячутся от солнца, а оно шлет огоньки веселого конца. Баба плачет, где мороз? Нас зима забыла! И течет у бабы нос, ножки подтопила, светит солнышко весной, нет и в юге снежной, вместо бабы снеговой вырастет подснежник! Здравствуйте, наши зрители! Здравствуй, мыша! Здравствуйте, Людмила Валерьевна! Вместо бабы снеговой вырос подснежник! Он вырос для тебя! С днем рождения, мышенька! Ой, для меня! Как приятно! Спасибо большое! Сегодня все для тебя! И про тебя, и стихи, и сказки! Про тебя и твоих сестричек-мышек! Ой, пахнет чем-то интересненьким! Тогда пойдем смотреть! Ага! Ух ты, красота! Шарики, цветочки, тортик! Как мне это нравится! Любуйся, белый свет! Завидуйте, подруги! Прекрасней мыши нет, чем я во всей округе! От носа до хвоста! Я вся неотразима! Какая красота! Не проходите мимо! Сегодня мы будем поздравлять тебя, прекрасная мыша, с днем рождения! Это будет мышиный день! Но еще мы не забудем, что наступил мышиный год! Ух ты! Ничего себе! Целый год! Люди, которые знакомы с восточным календарем, недавно встретили год крысы или мыши. И давным-давно написали сказку о том, как хитрая мышь получила право открывать календарь восточного гороскопа. Вот они, сказки народов Азии. Поможешь мне почитать, мыша? Конечно! С удовольствием! Во времена, когда еще кошка с мышкой словно сестры в дружбе жили, нефритовый владыка призвал в свой небесный дворец всех зверей и птиц. Все приглашенные на следующий день поспешили во дворец. Вышел к ним нефритовый владыка и сказал, Отныне счет годам вести будем по зверям и птицам. А по каким? Сами назовите. Назвали животные двенадцать птиц и зверей. Выбрать-то выбрали. А как их по порядку расставить? Самый большой из вас волк, пусть он будет первым, сказал нефритовый владыка. И вновь мышка-малышка отличилась. Подняла она лапку и говорит, Ай-яй! Разве не больше вола? Отчего же тогда, завидев меня, все кричат, Ай-яй-яй! Какая громадная мышь! Но никто никогда не сказал, Ай-яй-яй! Какой громадный волк! Выходит, люди считают, что я больше вола. Тут обезьяна и лошадь в один голос закричали, Что мышь просто-напросто врет. Давайте проверим, решил нефритовый владыка. Отправили звери к людям. Хитрая оказалась мышка. Взобралась она в волу на спину. Увидали ее люди. И как закричат, Ай-яй-яй! Какая громадная мышь! Так звери были вынуждены мышке первое место уступить. И поныне счет к годам начинается с года мыши. Ой, так приятно быть героиней сказки! И ни одной сказки, А множество. Вот давай считать, мыша. Курочка-ряба. Мыша-яечко-била. Била. Била. В теремке с лягушкой и зайчиком жила. Жила. Репку тянула. Ой, тянула-тянула и вытянула репку. Да, а помнишь, как мышонок обманул кошку В сказке об умном мышонке. Самуила Маршака. Я-то помню! А вот помнят ли ребята? Ребята, кроме кошки, в этой сказке мышонка съесть хотели хорек и сова. А мышонок их обхитрил. Ребята, вспомните, пожалуйста, в какую игру играли с мышонком его сестренки и братишки. Под крыльцом построен дом, лубиная крыша. Кто живет в домишке-то? Ну, конечно, мыши. Из зерна они пекут вкусные лепешки и мышонка берегут от соседки кошки. Хм, кошки, кошки, подумаешь. Я их, конечно, не очень люблю, но и не очень-то боюсь. Не боишься кошек? Не боюсь, потому что кошки теперь ленивые и не опасные. Вот послушайте. Наши деды, наши папы попадались кошкам в лапы. А теперь приличный кот кушать рискос предпочтет. Наши страхи позабыты. Хорошо, когда все сыты. Точно, хорошо, когда все сыты. Тогда возникает столько свободного времени, открываются такие возможности. Например, для изучения астрономии. Слушай, кот, в подвале мыши, отчего же ты на крыше? Ты спустился бы сюда, от мышей одна беда, отвечает важно кот. Я ученый-звездочет, интереснее планет, ничего на свете нет. Пусть не будет вам обидно, небо с крыши лучше видно. Вот пусть этот кот там и сидит. Мыша, а знаешь ли ты, что некоторые люди до ужаса боятся мышей? Знаю, знаем. Висит плакат в мышиной нырке. Страшнее кошки-зверя нет. Но, не боясь, за хлебной коркой спешит мышонок на паркет. Как дважды два для нас четыре, ему известно с малых лет. Для всех людей в любой квартире страшнее мышки-зверя нет. Да-да-да, особенно тетеньки боятся. Они увидят мышку, как завизжат, как заскакнут на стул. Да-да, и это от маленькой мышки. А если мышь большая, это вдвое, втрое страшнее. Большая мышь называется Мыха. Вот-вот, Мыха, именно Мыха. Поселилась огромная Мыха под квартирой нашей в подвале. От ее богатырского чиха все стаканы у нас дребезжали. А от громкого жуткого смеха мы дрожали и жались друг другу. И скакало по комнатам эхо, натыкаясь на нас с перепугу. И купили мы в горном ауле коху, ростом почти с бегемота. Еле-еле в подвал пропихнули. Ух, начнется на Мыху охота. Но беду мы накликали сами. Представляете, коха и мыха закадычными стали друзьями. Вместе песни горланили лихо. Вместе лопали наши припасы. Нам кричали обидное что-то. И плясали там, как папуасы. Вот такая вот вышла охота. Здорово, здорово! Интересная история. Каких только мышек не бывает на свете. А я вот вам загадку загадаю. О какой мышке здесь идет речь? Мышка в норке не таится. Мышка кошки не боится. И от страха не дрожит. У компьютера лежит. Я вот думаю, что это ты, мыша, наигралась в компьютерные игры. И упала рядом с компьютером. И лежишь. Ой, это вы пошутили, Людмила Валерьевна, да? Отгадка, это же компьютерная мышка. Ну, конечно. А теперь позволь тебе сказочные вопросы задать. Интересненько. И ребята пусть вспоминают. Спрашивайте. У какой сказочной героини вот этой книжки была крыса Лариска? Знаю, знаю, это легко. У старухи шапокляк. Хорошо. А вот в этой книжке жил злобный мышиный король. Как же звали его матушку? Очень даже знаю. Это же мыши, да? А, молодец, мыша, молодец. И еще вопрос. Чьи слова? Дышите, не дышите. На что жалуетесь? На мышей. Мышите, не мышите. Угу, угу. Там кто-то Леопольда лечил. О, вспомнила! Это доктор Пёс. Он выписал Леопольду таблетки для сердитости. Конечно, я против котов. Но уж очень мыши в этих книжках противные. Эти мыши-то действительно очень вредные. Угу. Но в конце любой истории кот Леопольд говорит, ребята, давайте жить дружно. Ой, как же я люблю жить дружно и весело. И вот веселая история. Шишки и мышки. Жили-были на сосне две серьезных шишки. Жили-были под сосной две веселых мышки. И кричали мышки. Эй, спускайтесь, шишки. Вы же знаете о нас только понаслышке. Удивились шишки. Ха, глупенькие мышки. Чем же плохо нам висеть здесь, на нашей вышке? Лучше мы вас пригласим. Залезайте, повисим. Ха, забавная ситуация. Угу. Вот представьте, как я висю. Ой. То есть вишу, зацепившись хвостиком за веточку. А если кто-нибудь ко мне в гости придет, то уже повиснут. Да, кстати, про праздник и про гостей. Мою любимую мышу я, наконец-то, поздравляю с днем рождения. И дарю кружечку для самого вкусного чаепития. Вот тебе кружечка. Ой, какая красота. Мышеньки-подружки, розовая кружка, Чтобы грелась и плескалась, Сладким чаем угощалась. Ой, вот спасибо, приспасибо. А кого же ты еще позвала на праздник? Зверят из стихотворения Елены Агинской. Накануне именин мышь ходила в магазин И оттуда принесла все для щедрого стола. И напитки, и посуду, и провизии полпуда. Тех, кто встретился в пути, приглашала к ней зайти. Вот лягушка в день рождения мышке принесла варенье. Сладкое, клубничное и на вкус отличное. Спасибо. Вслед за ней пришла свинья. Мышка, с вами мы друзья. От меня примите в дар голубой воздушный шаг. Ой, благодарю. Именинница зайчишка дал в подарок кочерыжку. А еще с большой любовью дал корзиночку с морковью. Грызть морковку наслажденье. Поздравляю с днем рождения. Спасибо. Все готово, гости в сборе. Пир горой начнется вскоре. Нам-нам-нам-нам. Мышенька, погоди. А как же ребята, наши читатели? Они тебя так любят и очень-очень хотят поздравить. Мыша, поздравляем с днем рождения. Ура! Ой, желаю и вам, дорогие друзья, веселых дней и радостных соропытий. Будьте здоровы и читайте книжки. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!